МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь не должны возводиться здания, которые будут нести какой-либо вред окружающей среде. Почему эксперты выступают против аренды нацпарков? Узнаем у гостей студии. Я понимаю, что это дом эконом-класса, но качество отвратительное. Чиновники по обыкновению отчитались об успешной реализации жилищной программы, но на практике обладатели заветных квадратных метров не так уж и счастливы. В деталях разбиралась Маржан Сулкумбаева. Сообщение о поставке европейской вакцины Астрозенека в Казахстан опровергли в Минздраве. В ведомстве добавили, переговоры о поставках ведутся со всеми зарубежными компаниями, не только с англо-шведским представителем. Напомню, в соцсетях начали распространять информацию о скором появлении Астрозенека у нас в стране. И пока Минздрав договаривается с иностранными фармкомпаниями, мой коллега Диас Еркинов узнал, что нового у казахстанского Казвака. Он с нами на прямой связи. Диас, приветствую, как проходят испытания у нашей вакцины. Разрабатывается Казвак или Казковидин. Всего было потрачено 2,5 миллиарда тенге. Однако в министерстве сообщили, что также разрабатываются еще 4 вакцины. Первые и вторые этапы исследований Казвака мы с вами знаем. Там было 244 добровольцев всего. И на основании данных этих самых 244 добровольцев была доказана эффективность в 96%. Отмечу лишь, что это лишь очень маленькая когорта людей. А результаты третьего этапа исследования будут известны завтра. Однако обнародовать их тоже сразу не смогут, потому что для этого нужно будет подготовить соответствующие документы. Как я сказал ранее, всего было потрачено 2,5 миллиарда тенге на исследование. Первоначально год назад на разработку вакцины без клинических исследований было выделено 1,5 миллиарда тенге. На 800 миллионов было приобретено необходимое оборудование. То на сегодня, на третью фазу клинических исследований, а это 3 тысячи добровольцев, было выделено 963 миллиона тенге. Таким образом, вместе с клиническими исследованиями на сегодня, общая стоимость разработки вакцины, 5 вакцин, на сегодня составляет 2,5 миллиарда тенге. Ведомстве также добавили, что это не очень большая сумма. Например, в России на производство спутник Ви потратили 8,5 миллиардов тенге, если пересчитывать на наши деньги. Также председатель науки Анна Курман-Галиевна сказала то, что сообщила также о других вакцинах, которые проходят исследования в Казахстане. Первая, это, собственно, Казвак, инактивированная, о которой мы сейчас говорим, по которой завершается уже третья фаза исследования. Вторая, это вакцина субъединичная, по которой мы сегодня выходим в ближайшее время на клинические исследования, то есть на исследования на людях. Две векторные вакцины, по которым уже определены кандидатные штаммы, то есть на основе которых они будут дальше дорабатываться. И одна, пятая вакцина, это живая вакцина. Там более 100, по-моему, уже пассажей. Ученые создают разные вакцины, и, однако, главное, чтобы с ними не сыграла злую шутку, так называемая аксиона Эскобара. Марьям, тебе слово. Спасибо большое, Диас. А к концу апреля в Казахстане снова заработают театры, караоке и другие субъекты малого предпринимательства. Это станет возможным благодаря приложению Ашик. Из постановления следует 26 апреля завершить свою работу пилотная версия проекта, после чего его масштабируют на все регионы. Согласно документу, внедрение Ашик пройдет в три этапа. Дополнительно будет охвачено еще девять видов деятельности. Также для предпринимателей и участников программы изменены правила получения QR-кода для работы с приложением. Теперь владельцам бизнеса необходимо подать заявку на сайте инфа Казахстан Киезет. После проверки на соответствие в личном кабинете появится код, который даст возможность обучиться и работать в тестовом режиме одну неделю. По данным пресс-службы нацпалаты Атамикен, помимо городов Нурсултана, Алматы и Караганды, на сегодняшний день к проекту Ашик присоединились Кокшетау, Актубе, Тарас и Талдыкурган. Пандемия не отговорка. Председатель Мажлиса Нурлан Нигматуллин призвал госорганы не терять качество работы. Он заявил, что в последнее время чиновники часто прикрываются ограничительными мерами. У нас, если что, все научились ссылаться на пандемию коронавируса. Но пандемия и в Армении, и в Белоруссии, и в России была, и есть. Но правительства этих стран сумели вовремя провести все внутригосударственные процедуры согласования и дали возможность своим парламентам вовремя провести ратификацию этого очень важного интеграционного соглашения в рамках ЕС. Вы же затянули внутриправительственные согласования больше года. Речь была адресована министру торговли и интеграции Бахыту Султанову. Он как раз назвал пандемию причиной позднего внесения законопроекта на ратификацию. А коснулся документ поправок в протокол об условиях и переходных положениях по применению к Кыргызстанам договора ЕС. Поправками предусматривается продление на один год с учетом даты подписания документа. На 2020-й действия переходного периода по применению к Кыргызстанам пониженных ставок возных таможенных пошлин. Нурлан Никматуллин отметил, что Казахстан всегда был впереди интеграционных процессов, а теперь сам отстает по ратификации важных документов, потому своевременность важна. Можилис одобрил законопроект о запрете на аренду и продажу земель иностранцам. Документ направлен на рассмотрение в Сенат. Напомню, он распространяется и на юридических лиц, имеющих в своей компании долю иностранного участия. В данное время 75 тысяч гектаров сельхозугодий находятся в аренде у семи совместных предприятий. Два иностранных юрлица арендуют 18,5 тысяч гектаров земель. После 2025 года срок аренды истекает, и участки будут возвращены государству. Вместе с тем, кондасы могут получить земельный участок только для личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства. А сельхоз земли взять в аренду только после получения казахстанского гражданства. Законопроект был принят единогласно. Тем временем, почти на полвека участки на территории трех нацпарков передадут в арендное пользование частным компаниям. Мы уже рассказывали об этом накануне. Сегодня обсудим вопрос с привлечением экспертов, которые считают это неприемлемым. А пока об инвесторах. Они уже готовы приступить к работе. Всего на развитие Кольсайских озер Алтын-Имель и Чарын готовы вложить 14,5 миллиардов тенге, сообщили в Минэкологии. Моя коллега из Алматы Амина Абдрахманова узнала, что предложат туристам в национальных парках. Излюбленные места казахстанских туристов, как обещают в профильном ведомстве, теперь, как говорится, обретут новое дыхание. На Кольсайских озерах парки Алтын-Имель и Чарынском каньоне намерены развивать экотуризм. Появятся новые туристические маршруты, визит-центры и этно-аулы. Все то, что может создать условия для качественного и комфортного отдыха. К примеру, в визит-центрах туристам предоставят всю необходимую информацию, такие как пешие и конные маршруты, места для ночевок, дополнительные смотровые площадки, а также пункты питания и продажи сувениров. Главное требование к этим компаниям – это строительство зданий, которые не будут перегружать окружающую среду рекреационной нагрузкой. То есть центры будут строиться из экологически чистых и быстросборных материалов. Во-первых, будет визит-центр. Кроме этого, предусмотрено возведение глэмпингов, кемпингов, аулов и мест для караванингов. Таким образом, для реализации концепции по трем нацпаркам привлечены инвестиции в размере 14,5 миллиардов тенге. Все эти деньги будут распределены на Чарын, Кульсайские озера и парк Алтын-Имель. Сегодня, как говорят в нацкомпании «Казахтуризм», ни в одном из этих мест нет качественно оборудованных троп, гостевых домов, пунктов питания. Одним словом, базовой инфраструктуры. И сейчас назрела необходимость создать все эти условия. В первую очередь, это безопасность туристов, соблюдение экологических аспектов, ну и привлечение иностранных гостей. Большая часть этой инфраструктуры не приносит деньги. Это тропы, беседки, указатели, информационные центры и так далее. Почему один стратегический инвестор, а не то, как было раньше, там 100 разных арендаторов? Потому что один, он будет заинтересован, вложив большие деньги в инфраструктуру, которая не приносит деньги, создать ту инфраструктуру, которая ему будет приносить деньги, сделать ее качественной, доступной для людей. По концепции развития туризма в нацпарках, инвесторы обязаны привести всю инфраструктуру в надлежащий вид до 2025 года. Между тем, после реализации проекта предполагается пятикратное увеличение туристов. По данным Казахстанской туристской ассоциации, в прошлом году с учетом карантинных ограничений, Кульсайские озера, Чарын, Алтынь-Емель и Илья-Алатау посетили больше 320 тысяч человек. Это то, что востребовано иностранными туристами, это то, что им интересно, это то, зачем к нам сегодня приезжают. Поэтому, конечно, это будет востребовано. И количество, сегодняшняя тенденция увеличения внутреннего туризма, она, конечно, будет давать нам количество. Кстати, для иностранных гостей в Казахстане планируют ввести туристский сбор. Сейчас закон о его внедрении находится в стенах Сената. Так называемый «Бэт-такс» будет взыматься с каждого туриста за каждую ночь пребывания в стране. Все собранные деньги будут направлены на развитие отрасли и продвижение на мировом рынке. Амина Абдрахманова, Наргиз Муратова, Нурбол Сазабеков, Атамикен Бизнес. Ну и в дополнение к Амине Абдрахмановой, экономические расчеты. Тут авторы закона обещают немалую прибыль. По данным Актоты Раимкуловой, внедрение вышеупомянутых коллегой мер позволит привлечь 135 миллиардов сеньги в виде дополнительных доходов бюджета, создать более 170 тысяч рабочих мест и реализовать не менее 1 тысячи проектов. Ну а теперь о минусах. Таковы очевидны, считают некоторые эксперты. Критические высказывания прозвучали относительно идеи по передаче нацпарков в аренду. О выгодах и вызовах экотуризма поговорим чуть позже с гостями студии. А сейчас вопрос вам, уважаемые телезрители. Как вы считаете, правильно ли передавать нацпарки в аренду для развития экотуризма? Проголосовало уже больше 600 человек из 49% за третий вариант. Сейчас я его зачитаю. Ну а пока я напомню вам, уважаемые телезрители, для того, чтобы присоединиться к голосованию, вам необходимо навести телефон на экран, просканировать QR-код, и это вас автоматически перекинет к нам на платформу. Так вот, на заданный нашей командой вопрос, правильно ли передавать нацпарки в аренду для развития туризма, 49% ответило, что да, если усилить контроль и ответственность инвесторов. Остальное распределение цифр вы видите. Проголосовало больше 600 человек. Я вас призываю тоже к ним присоединиться и оставлять комментарии. Кстати, уже почти 10. Стоит отметить, для некоторых стран экотуризм не просто дополнительный источник финансирования, а основная отрасль национальной экономики. В десятку лучших вошли в Финляндия, Швеция, Бразилия, Канада, Штаты, Норвегия, Испания, Германия, Польша и Словения. При составлении рейтинга учитывается количество нацпарков, биоразнообразие, риск исчезновения различных видов животных, растений, внесенных в Красную книгу, а также меры по сохранению природы. Упомянутые страны давно и не безуспешно привлекают туристов в нацпарки. Ну и смогут ли эти примеры переубедить скептически настроенных экспертов, узнаем прямо сейчас. С нами на связи Сакен Дилдакмед, независимый эксперт, и Батыр Сейкенов, председатель попечительского совета Казахстан Wildlife Foundation. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, добрый день. Рада вас приветствовать. Хорошо вас слышу, вы, очевидно, тоже меня хорошо слышите. Давайте начнем беседу. Ну и сначала немного предыстории вопроса. Помнится, передача в аренду Илья Латавского природного парка вызвала возмущение общественности. Я думаю, вы это помните. Экологи тогда говорили, что тендер для них стал сюрпризом. Социальные сети заполонили тогда негативные комментарии. Божира, кстати, вот недавно тоже стала объектом горячих споров. Батыр Яралханович. Что вы можете сказать в утешении казахстанцев, которые ратуют за сохранность природной уникальности нацпарков и сомневаются, что экотуризм будет экологичным? Здравствуйте, очень приятно познакомиться. Я бы хотел сказать, что я в первую очередь поддерживаю то, что нацпарки передают в аренду. Почему я это поддерживаю? Я очень много попутешествовал по миру. Был в Соединенных Штатах Америки. Хочу привести в качестве примера Соединенных Штатах Америки. Я не знаю, меня слышно или не слышно. Очень хорошо слышно. Очень хорошо слышно. Так вот, смотрите, я был в пустыне Махали, то есть через всю эту пустыню проложена автомобильная дорога. Но ты не можешь сойти с автомобильной дороги, не можешь выйти и уйти в пустыню. Но есть визит-центры, куда ты можешь приехать, взять в аренду велосипед, взять в аренду или пешком пройтись. И также у тебя есть возможность попутешествовать по этой пустыне на автомашине. Но если это происходит на автомашине, это стоит денег. Если на экологически чистом транспорте, на лошади или на велосипеде или пешеходом, то это бесплатно. То есть они очень четко подходят к сохранению природы. И к удивлению, я что обнаружил, в этих национальных парках и заповедниках разрешена охота. То есть в определенное время, когда количество животных начинает превышать допустимую норму, они открывают на него охоту и приглашают охотников со всего мира поохотиться на виды архары, косули, их виды животных. То есть в Соединенных Штатах всем этим занимается государство. Все нацпарки содержатся государством. У них есть такой 11-процентный налог, который платят все охотники через магазины. То есть все виды товаров, которые продаются для охоты и рыбалки, облагаются 11-процентным налогом. И эти платежи прямой идут в бюджет. В бюджет конкретного города. В бюджет, да. В бюджет конкретного штата. Спасибо вам большое за приведенный международный опыт. Сейчас я уточню, потом мы зададим вопрос Акену. Насколько я поняла, вы, поглядев на международный опыт, сейчас уже примеряете его на Казахстан. И в дополнение к тому, чтобы это были какие-то, не знаю, туристические хабы, да, экологичные, что важно. Вы хотите, чтобы там еще могли разрешать охотиться? Да, абсолютно верно. Ваша позиция понятна. А Сакен придерживается противоположного мнения. Сакен, я знаю, вы против передачи нацпарков в аренду. Объясните, пожалуйста, почему? Ну, причин тут очень много. Во-первых, на данном случае у нас в Казахстане нету такого удачного проекта развития экотуризма в национальных парках. То, что мы видим до этого времени, сколько земель были переведены на долгосрочное использование. И сейчас какое состояние этих нацпарков. У нас ситуация как идет. Мне кажется, то, что бизнес по максимуму лоббирует свои интересы, чтобы взять на долгосрочное использование земли в нацпарках. А там земли, природа. Вы сами знаете, в каком качестве. И это вся дикая природа. Сегодня у нас Министерство экологии, Министерство культуры очень активно пытается развивать туризм в национальных парках. Но тут надо понимать, что туризм в Казахстане это не только национальные парки. Нацпарки, особо охраняемая природную территорию, всего лишь составляет 8% от общей территории нашей страны. И то, что сегодня вышло в новостях, то, что более 14 миллиардов тенге собирается выделять на развитие инфраструктуры именно внутри нацпарка. Как мне известно, то, что в этих троих нацпарках, в принципе, инфраструктура в хорошем качестве. Тут надо делать акцент не нацпарком, а надо делать на местным населением, аулам, районам. Потому что туризм оценивается качеством туристического сервиса людей, гостиниц, кафе, в том числе и дорог, инфраструктуру. Потому что если вы поедете, например, в Алтанемель, в том числе в Чаран, либо в Кульсай, там практически очень слабо оснащена связь, интернет. В принципе, это и полностью составляет комплексные решения в сфере туризма. Но, как вы видите, у нас, в принципе, сегодня то, что полученные компании, они практически не имеют опыта работы. Именно в сфере туризма в структурах особо охраняемых фронт-территорий, как учитывать рекреационные нагрузки, как правильно строить строительные объекты. Потому что это очень важную роль играет. Вы только что показали в сюжете, что я не в США, который в мире занимает первые места в развитии экотуризма. Даже можно сказать, что в Финляндии есть на спарке-заповеднике, которые просто построены на дних дорогах, пеших маршрутах и все, там других строительных объектов нет. Понимаете, любой иностранный турист будет приезжать в Казахстан, чтобы увидеть дикую пробу, ночевать в палатке, а не в гостинице. А наши все еще пытаются построить гостиницы на спарках. Конечно, этих условий уже иностранные туристы навидали, они уже об этом знают. То, что говорит Батер Сейкенов, конечно, сравнивать с Соединенными Штатами это очень далеко. Потому что в Штатах есть большая служба национальных парков, это Ночный парк сервис называется. Они полностью управляют развитием туризма, инвестициями. И, в принципе, государство дает на свои направления полностью гарант. Они поставили на цели и специалисты обученные, и инвесторы, и все эти, они очень хорошо понимают. Тем не менее, смотрите, Сейкен, сравнивая со Штатами, мы же ни в коем случае не имеем в виду их опыт, мы имеем в виду потенциал Казахстана. Ведь Казахстан это отличная территория, он отлично подходит для экотуризма. По финансовым расчетам, мы сейчас приводили, да, в пример Минкульт, это принесет миллиарды дополнительных доходов. Тем более, внутренний туризм намерены субсидировать. Вот давайте поговорим именно о том, какую поддержку планируют оказывать предпринимателям. Я прошу графику. Первое. Возмещение части затрат в турдеятельности объектов придорожного сервиса. Второе. При приобретении автотранспортных средств в туристических целях и оборудования для развития горнолыжных курортов. Третье. На содержание санитарно-гигиенических узлов. Далее. Возмещение провозной платы за билет на самолет детям до 14 лет и субсидирование туроператоров за каждого ввезенного иностранного туриста в составе турпакета. Вот такие данные дополнительные. Да-да-да, Сакен, обязательно мы с вами сейчас продолжим беседу. Здесь просто хотелось бы зафиксироваться на последнем пункте. В этой связи, Батыргер Алханович, я о нем хочу с вами поговорить подробнее. В принципе, туристический сбор с иностранцев, сейчас он так вот был завуалирован в графике. Мы брали пресс-релизный текст. Как вы считаете, при самом позитивном развитии событий, если наши края вдруг станут популярными, эта мера позволит сдерживать наплыв туристов? А при негативном сценарии не отвратить ли их из-за возросших цен на те же гостиничные номера? Ведь это все-таки в совокупности все влияет. Ну, во-первых, я бы хотел, чтобы вот этот вопрос неправильно поставлен, о том, об избытке туристов, если мы там откроем все это. Это два варианта развития событий. Да-да, я вам просто скажу. Негативный, позитивный? Да, негативного не может быть. Почему? Потому что сегодня получить визу в Казахстан – это целая проблема. Это огромная проблема. У меня масса друзей за границей, которые хотят приехать в Казахстан, но сталкиваясь со всеми проблемами, которые возникают в наших консульствах, отказываются от этой идеи. Это первое. Второе. То есть Казахстан – это одна из самых уникальных стран в мире, где мы не уступаем своим биоразнообразием, лорой и фамой, никакой стране в мире. Теперь для того, чтобы говорить о том, что я немножко хотел бы шире ответить, о том, что там какие-то три компании появились, и предлагают им сделать какие-то финансовые вливания. Тогда для чего создавали казахтуризм? Я сам стоял у истоков создания казахтуризма, и тогда еще министру культуры Арстамбеку Мухаммеде Улы дал предложение, давайте мы сделаем эту организацию хозрасчетной, чтобы она сама зарабатывала деньги. И сегодня вот эти национальные парки, которые сейчас пытаются отдать рекреацию, нужно, чтобы именно казахтуризм сам занимался этим, привлекал инвесторов и напрямую сотрудничал со всеми инвесторами, которые есть у нас в нашей стране и за границей. Поэтому сегодня казахтуризм, понимаете, выполняет роль такую, которая сидит посередине, но ничего не делает. А зачем привлекать какие-то компании, которые будут строить и это обслуживать? Этим должен заниматься вообще смысл создания казахтуризма, чтобы именно этими вопросами он занимался и управлял. И это должна быть не только государственная, то есть часть ее надо отдать в частный бизнес, чтобы там стали совладельцами частные бизнесмены. И тогда эта компания начнет работать правильно. Сакен, вот до графики вы хотели высказать свое мнение. Я вас направлю наводящим вопросом. Экотуризм подразумевает расчет нагрузки, правильно? Сейчас тоже Батрин Ерлханович об этом говорил. То есть туризм не должен быть массовым, если это экотуризм. Вот как вы считаете, как будет регулироваться поток? Мы, конечно, профильным ведомствам хотели бы задать этот вопрос, но, к сожалению, они не смогли прийти. Ну, тут в нацпарках, в заповедниках, в дирекции нацпарковых заповедников, они сами регулируют рекордационную нагрузку. У них ежедневно есть определенное количество опускаемых туристов. В этом случае они должны уже смотреть, чтобы такой большой нагрузки к природе не было. Потом, тут я хочу отметить то, что мы замечаем. В Касане идет такой большой отбит бизнес-структур, именно, как сказать, захвата, либо приватизация земель, либо национальных парков на долгосрочек. Это дает нам понятие, что многие хотят взять прекрасные места от государства практически на бесплатной основе. Я еще раз скажу, что у нас, кроме нацпарковых мест, и другие красивые ландшафтные места, которые находятся в частных руках. Почему, например, Казахтуризм, либо Министерство культуры не уступает к ним, чтобы договор, либо окупия? Почему наши инвесторы с ними не договариваются? Потому что они будут запрашивать высокие цены за эти деньги. Соответственно, от государства получить легко, потому что мы сегодня ставим на большой кон практически весь природу Казахстана, в принципе, на развитие какого-то туризма, который практически у нас. Самого видения у государства почти нет. Вот смотрите, Сакен, я не могу не озвучить, вы же участвовали в предыдущем эфире казахской редакции, да, у моего коллеги, и там эксперт сказал свое мнение о том, что, по крайней мере, там будет возведена за счет инвесторов инфраструктура. Вот по поводу этого, что вы считаете? Вы считаете, что она там не нужна, и вы считаете, что там нужны просто тропы, да, потому что это экотуризм? Вот с этой точки зрения... Вот понимаете, вот за 4,5 миллиарда тенге какую инфраструктуру можно построить? Там можно город построить. Главное, эти деньги, как будут правильно направлены, как будут правильно все эти будут построены. Я вам скажу так, в принципе, Чаренский парк, Кольсай-Кольдере и Алтанемеля, там уже инфраструктура есть внутри нас парка, дорога, маршрутные тропы. Тут надо ставить акцент не на нас парке, а на местное население. Вот есть село Батши, есть село Саатэ, там в сторону Шарына тоже есть населенный пункт. Вот там надо развивать вообще туризм в целом, поднимать и просто устроить кафе, рестораны. Потому что туристам не только нас парк интересно, они когда будут ехать туда, им интересно там заехать на место населения, всего района, как вообще казахи живут, какие они народы там. То есть местный колорит. Да, и в этом все и заключается. То, что было показано ранее в вашей презентации, тут надо сделать акцент на области, потому что, как мне известно, в любом случае региональные сами очень будут хорошо развивать туризм, чем министерство, либо казах туризм. Главное им, выделяйте деньги, субсидируйте, можно субсидии давать местным населениям. Например, в село Саатэ люди приезжают, выкупают землю, строят там гостиницы, это возле кольца и кольдеры. Сами оказывают услуги туристам. Кто-то дает комнату в своем время, кто-то оказывает там баню готовит, кто-то еду готовит. Просто вот, надо так помогать местному населению, чтобы они работали, не уходили в город, потому что большой поток населения сейчас уходит из-за безработицы в основном, а тут где-то настройки работают. Только так мы можем остановить, решить вопрос трудоустройства. Люди будут обратно возвращаться, обратно будут села подниматься, районы, мелкие города будут обратно подниматься. А если мы будем уже им оказывать услуги по урожению инфраструктуры, дороги, интернета, элементарных кафе, ресторанов, например, таких условий-то нет у нас. А туризм всего от этого начинается. Элементарно турист приезжает, например, в Казахстан прилетает, либо приезжает, элементарно туризм начинается от российского. Недавно был сюжет, жители Европы, они проехали там около 30-40 стран в течение года, проезжали Казахстан, а там наши гаишники потребовали 100-10 тысяч, чтобы они проехали по нашим дорогам. Понимаете, у нас много проблем, которые требуют решить комплексно. Так что я не думаю, что передачу земель в национальных парк мы обеспечим развитие туризма в стране. Это неправильно. То, что министр говорит, что будет привлечен доход выше от 130, миллиардов денег и будут созданы рабочие места. Какие рабочие места? Вот надо конкретно сказать, как мне известно, в село Сатэ там практически не требуется. Люди рабочих, сами местные населения спокойно оказывают в серию услуги. В село Паша то же самое. А в Шарыне практически там, вблизи нет населенного пункта. Много можно оппонировать их начало, чиновников, которые пропускают. Это тоже неправильно. Ну и сейчас я предлагаю посмотреть сюжет с наглядным примером Туркестана. Здесь расположена одна из святынь тюркского мира, мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи. В древний город ежегодно стекаются миллионы паломников, но возведенные в 500 году до нашей эры на пересечении важных караванных артерий Самарканда, Бухары и Хивы. И получивший статус религиозного центра, а затем столицы казахского ханства, Туркестан до сих пор не имеет достойного дохода от туристической отрасли. Ситуация, заверили специалисты, выправится уже в этом году. Подробности в материале нашего корреспондента. По посещаемости паломниками Туркестан в бесспорных лидерах. К примеру, в сакральных местах, как мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, Каухара-Ана, Укашатай и Арсамбаб В 2016 году побывало более полутора миллионов человек. Почти столько же и в 2017. В прошлом году из-за пандемии около миллионов. И только 30% из них иностранцы. До строительства культурно-духовного центра туристы в Туркестан заезжали на 2-3 часа. В основном помолиться мавзолею Ясави. И как бы не получали ни исторического, ни культурного наслаждения. Сервис услуг в древнем городе, не скрывают специалисты, хромал основательно. Неоприятный и шумный Туркестан напоминал большой торговый базар. Задачу превратить город в духовный и привлекательный для туристов центр Ельбасы обозначил в 2018 году. Программа максимум до 2025 года приток 5 миллионов посетителей. И в преображенном Туркестане их есть чем удивить и поразить. К примеру, после духовной очистки для общего оздоровления к услугам восточной бане. Полный релакс в СПА, семейный отдых в развлекательном центре, сувениры на Восточном Базае. Кстати, иностранцам попасть в духовный центр тюркского мира станет проще. Построенные аэропорты скоро запустят международные рейсы. Уже открыт рейс Туркестан-Стамбул. Ожидаются другие иностранные маршруты, что, конечно же, отразится на потоке иностранных туристов. Фишка преображенного города, центр для туристов Кируин-Сарай, способный одновременно принять до 10 тысяч гостей. Планка посещений на год 300 тысяч туристов. Мы и раньше часто приезжали, живем недалеко от города, но сейчас Туркестан стал просто сказочным городом, изменился до неузнаваемости. И это только завершенные проекты современного Туркестана, где активными темпами продолжается строительство других, не менее значимых объектов. Специалисты, в свою очередь, готовят грамотно продуманную пиар-компанию. Шайпа Сактапова, Максуд Айчанов, Виталий Заянтинов, телеканал «Атамикем Бизнес», Туркестан. Уважаемые гости, вот такой сюжет. Предупреждаю, у нас осталось всего две минуты, поэтому резюмируем. Экотуризм. Выгоды и вызовы, что в перевесе. Давайте начнем, наверное, по старшинству. Батыр Ерлханович, с вас. Я за экотуризм, я поддерживаю его, за то, чтобы больше людей приезжало, но не верю вот в эту схему, когда участвуют три непонятные компании. Этим должен заниматься казахтуризм. И я здесь сакена поддерживаю, что нужно активно вовлекать местное население и размещать эти стационары именно там, в этих аулах. Я просто там в тех местах не бываю. И второе, там как бы мировой опыт. Нужно создать инженерные сети, где люди могли бы приезжать, подключаться к канализации, к водопроводу, к электричеству и могли там по-дикому отдыхать. Коротко так. Сакен? Ну, тут можно много чего сказать. Но я хочу остановиться на том, что сегодня на данном случае, на данном, по составу, не знаю, министров, я считаю, что сейчас надо как-то вести мораторий на передачу земель и национальных парков, потому что сегодня наш правительство, государство еще не готово по развитию экотуризма в наших парках, потому что введения именно по экотуризму практически отсутствует. Из-за этого я считаю, то, что все сейчас инвестиции должны направить именно на место населения, на улице, и только так мы можем поставить в стране правильный туризм. А в нас парках надо создавать условия по сохранению биологического разнообразия и все. Остальное нас парки сами могут себе обеспечить по созданию троп, маршрутов и все. Тут нужно правильный менеджмент, который у нас в стране уже отсутствует в сфере экологии. Думаю, если мы поставим на повискне эти вопросы, и будет можно решить. Как говорил Сталин, кадры решают все, так что нам нужны в этой сфере очень комиссиональные люди. Спасибо, уважаемые гости, за уделенное время, за интересную беседу. Я продолжу. Еще больше новостей далее в выпуске. Горючий спор. Странная позиция профильного министерства свидетельствует об отсутствии у него внятной стратегии и адекватных мер. Депутаты недовольны бездействием Минэнерго во время роста цен на бензин. Мнение возмущенных мажлисменов записала Мольдер Абдуалиева. Две армии и три соединения воздушно-десантных войск были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации. О стягивании войск США и НАТО к границам России сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Об ответной реакции Москвы расскажет виртуальный ведущий Айсанж. Рост цен на жилье в Казахстане остановится в мае. Такое мнение высказал на брифинге первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Кайрбек Ускенбаев. По мнению спикеров стоимость жилья растет не только из-за ажиотажа вокруг выдачи пенсионки но и из-за роста цен на строительные материалы и средней заработной платы работников отрасли. Динамика последнего составила 11% добавила глава от Басбанка Лязат Ибрагимова. На брифинге также рассказали о реализации программы Нурлыжер. В этом году более 160 тысяч семей улучшат свои жилищные условия. Для них построят 17 миллионов квадратных метров пообещал вице-министр Ускенбаев. А с теми кто уже получил квартиры по программе Нурлыжер и заехал в собственное жилье беседовала моя коллега Маржан Султумбаева. Маржан расскажи как новоселы оценивают свои квартиры. Добрый день Марьям. К сожалению новоселье справить в праздничном настроении жителям не удается. Дело в очень низком качестве принятого жилья. Однако на брифинге вице-министр отчитался что за 30-летний юбилей независимости успели сдать 170 миллионов квадратных метров и более 1 миллиона 600 тысяч наших граждан обеспечены жильем. А качественный показатель явно уступает количественному. В 2020 году по республике построено 15,3 миллиона квадратных метров. Сдано свыше 140 тысяч жилищ. Инвестиции в жилищное строительство выросли на 33% в сравнении с 2019 годом и составили 2 триллиона тенге. На 1 тенге государственных средств привлечено 5 тенге частных инвестиций. Почти 40 тысяч семей оказана государственная поддержка в виде социального жилья и льготных займов. В показанном справа видео квартира Самал Бейсеновой покупала она жилье по программе Нурлужер по улице С-409 дом 33 дробь 1 в столице. Сегодня она уже заберет оставшиеся документы, а некоторые соседи уже заехали в свои квартиры в таком состоянии. Отмечу, на странице программы Нурлужер значится, что это уникальная возможность для вкладчиков от посып банка приобрести жилье по самым выгодным условиям. По таким особенным условиям квартиру приобрела и Лейла Оспанова. 10 лет она собирала деньги в банке, а теперь и соседям проживающим на Бокихана 21, 21а и 23 приходится собственноручно строить двор и детские площадки. Я понимаю, что это дом эконом-класса, но там вообще я не знаю куда тратятся государственные деньги, я бы хотела сказать, что качество отвратительное, хотя нам строила компания Нахтурлыс компания строила, мы зашли такую чистовую, лучше бы нам сдали ее в предчистовом виде. Мы подписали акт-прием передачи, грубо говоря, я подписала в ноябре месяцы, но проживать мы стали в марте месяцы, потому что там нужен был ремонт, потолки все кривые, кафель отлетал, он прям, кафель был вообще ненормальный, вода была, воду нам дали только в конце, там, ноября. Вообще ужасное состояние у нас многие люди по 2-3 месяца делали ремонт. Зачем нужна такая чистовая? Ответственность за построенный дом застройщик перекладывает на подрядчика, контакты которого жители найти не смогли. О том, усиливает ли ведомство контроль над недобросовестными строительными компаниями, министр ответил следующим образом. Мы планируем усилить ответственность всех участников рынка за исполнением за ходом строительства, за исполнением и за качеством. Должна быть персональная ответственность. У каждого человека, который некачественно выполнил работу, должна быть фамилия, имя и отчество. И мы должны персонифицировать и усилить ответственность каждого из них пофамильно, а не аморфно там, госкомиссия какая-то или там какая-то еще организация. Марьян, со вчерашнего дня в редакцию телеканала поступило более 10 жалоб жителей, купивших квартиру по программе Нурлежер. По словам вице-министра, в ближайшие 5 лет в Казахстане планируется построить 103 миллиона квадратных метров жилья. Надеюсь, эти показатели улучшатся и в качественном значении. Марьян? Да, остается только надеяться, Маржан. Спасибо. Депутаты недовольны без действия Министерства энергетики во время возмущения сегодня на заседании Мажлиса выразил член партии Нур-Отан Альберт Рау. Он отметил, что с начала этой недели стоимость литра АИ-92 выросла со 150 тенге до 168 в Алматы и до 170 в Нур-Султане. Если раньше скачок тарифов в Минэнерго объясняли импортозависимостью, то сейчас всему виной авария на Атраусском НПЗ. Но Мажлисмен недоумевает, почему из-за технических неполадок должны страдать автовладельцы. Особенно если учитывать, что рост цен на бензин влечет за собой повышение стоимости и других товаров и услуг. Рау также назвал странным заявление министерства о том, что ведомство не в ответе за стоимость. Такая, мягко говоря, странная позиция профильного министерства свидетельствует об отсутствии у него внятной стратегии и адекватных мер реагирования на рост цен на бензин. В связи с этим считаем, что правительству необходимо безотлагательно принять меры по стабилизации ситуации на рынке ГСМ, выработать и внедрить эффективные механизмы регулирования цен на бензин, совместно с Агентством по защите и развитии конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и картельных соглашений на рынке ГСМ. Напомню, ранее на заседании правительства министр энергетики Нурлан Нугаев сообщало о переносе сроков ремонта сразу на двух НПЗ. Проблему с электроснабжением на заводе Ватерау не удается устранить с марта этого года. Дату запуска НПЗ сдвинули на 24 апреля. Отмечу, эта авария повлекла приостановку работы другого нефтеперерабатывающего завода в Шенкенте. Там же капремонт планируют завершить 31 мая. Ну а сейчас о ситуации на российско-украинской границе, о стягивании войск США и НАТО границам России сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, рядом с российской территорией сосредотачивается до 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения. Какова ответная реакция Москвы и о будущей встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным расскажет мой виртуальный коллега Айсандж. Айсандж, тебе слово. Приветствую, Мариан. Такое количество войск стянуто для проведения самых масштабных военных учений в рамках соревнований ДФРД Европы. Сейчас американские войска перебрасываются из континентальной Северной Америки в Европу с перемещением к российской границе сообщили в Министерстве обороны России. Сергей Шойгу назвал это угрожающими действиями со стороны Североатлантического Альянса и заявил в последующих ответных мерах. В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск западного и южного военных округов. В течение трех недель две армии и три соединения воздушно-десантных войск были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации. Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. Тем временем телефонные переговоры на высшем уровне провели Джо Байден и Владимир Путин. Они обсудили контроль над вооружениями, кибератаки на американские ведомства, вмешательство в выборы в США. Чтобы обсудить все это более подробно, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться в ближайшие месяцы оффлайн. Это первый разговор президентов после того, как господин Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России убийцей. В Белом доме признают, что американо-российские отношения останутся проблемными. Но надеются, что страны смогут работать вместе по вопросам контроля над вооружениями и ядерной сделки с Ираном, заявила пресс-секретарь Джен Псаки. Агентство Reuters пишет, что встречу двух президентов предложено провести на территории третьей страны. И она во многом будет посвящена решению российско-украинского конфликта. США, как известно, активно выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины. Марьяна. Спасибо, Айсанш. Ну, а я подведу итоги Телеграм-голосования. Сегодня вопрос звучит так, исходя из повестки тематического блока. Правильно ли передавать нацпарки в аренду для развития экотуризма? Проголосовало почти 700 человек и 49% по-прежнему за третий вариант. Да, если усилить контроль и ответственность инвесторов, это возможно, это нужно. Я вас, уважаемые телезрители, вновь призываю голосовать вместе с нашими фолловерами, участвовать, писать свое мнение. Для этого вам необходимо навести телефон на экран, просканировать QR-код, это вас автоматически перекинет к нам на платформу. Ну и в завершении выпуска на днях японские мужчины и депутаты приняли участие в социальном эксперименте для того, чтобы лучше понять беременных женщин. Для этого на протяжении двух дней трое членов правящей партии Японии носили жилеты весом более 7 килограммов. В них политики были постоянно на работе, в магазине, дома и во время сна. В итоге они признали, что женщинам приходится не сладко. Напомню, в стране восходящего солнца существует проблема дискриминации беременных женщин на рабочем месте. Смотрим видео, а я с вами прощаюсь. До новых встреч на Атамикен Бизнес. Субтитры создавал DimaTorzok